Доброе утро! Я прошу прощения, грандиозный, не салют, а фейерверк. Давайте, Михаил, поподробнее о сегодняшнем вечере. Что, где, когда? Как говорят на телевидении. Что? Грандиозный фейерверк. Такого фейерверка еще в Иркутске не было. Чем он отличается от других фейерверков? Каждый фейерверк делается по заказу заказчика и рассчитан на определенное количество людей. Здесь фейерверк заказчик делает для города. То есть рассчитан примерно фейерверк на 600 тысяч человек? Да, то есть его будет видно от ангарского моста, старого ангарского моста, я думаю, и дальше. Левая сторона, правая сторона. Фейерверк проводится на акватории Иркутского моря в районе 300 метров от плотины ГЭС и 300 метров от солнечного. То есть сцена будет стоять возле солнечного. Просмотр, оптимальный просмотр, если хотите посмотреть с музыкой, то нужно поближе к сцене, к музыке. К источнику звука. К источнику звука. Фейерверк будет синхронизирован с музыкой. Так с музыкой будут раскрываться фейерверочные изделия. Так, ну а вот чем он отличается? Я просто по опыту помню, что были музыкальные вот такие вот фейерверки какое-то время назад. При Петре Первом на ассамблее. На ассамблее, да. Отличается он большой насыщенностью. То есть насыщенность это количество зарядов, выпущенных в единицу времени и калибром. То есть все фейерверки, начиная, допустим, от 8 дюймов, 8 дюймов, 0,8 дюймов это маленькие. Да, 200 миллиметров. И заканчивают 310 миллиметров. 310 это самый крупный. Крупные калибры не всегда возможно запустить, допустим, на 9 мая. Зона безопасности не позволяет в тех местах, где это проводится. А в данном фейерверке у нас зона безопасности позволяет любой калибр использовать. Это будет на акватории Иркутского моря. С воды будет. То есть я понимаю, что заходит баржа, да? Да. Да, стоит баржа, на ней оборудовалось. Установлено оборудование фейерверочное, оборудование управления. Все это запускается синхронно с музыкой, которая установлена на берегу. Вот все-таки хочется задать вопрос ведущему пиротехнику. Он ведет фейерверк сегодня, ведущий пиротехнику. Анатолий, вы сказали вне кадра, что никогда ничего подобного в Иркутске не было. Что это беспрецедентное для... Да, это абсолютно верно. Беспрецедентность этого мероприятия сегодняшнего заключается в том, что большой объем большого калибра, максимального калибра возможного для запуска будет сегодня запущено в небо. То есть такого в городе никогда не было. Вот это 300 миллиметров. Я понимаю, что может быть задам такой дилетантский вопрос, но все-таки есть количество зарядов? Да, там в крупном калибре где-то до сотни изделий будет. То есть такого город не видел. Вот что такое дилетантский вопрос. 300 миллиметров калибр. Это у нас 12 дюймов. Высота подъема изделия где-то порядка 350 метров в высоту. Диаметр его раскрытия, то есть раскрытия самого шара, будь то пион или брокада, но это технические, так сказать, моменты. Где-то порядка 180 метров в диаметре. Вот такие вот. Я понимаю, что, в принципе, будет вот так, если по-хорошему, все-таки солнечный, он у нас находится повыше, да, чем... На второй Иркутск. Да, чем второй Иркутск, я не в плане... Географически рельефно, да. То есть видно будет всему городу? Да. Да, да. 300-й калибр. При хорошей погоде в солнечном видно Листвянку. Да. Но в Листвянке будет виден фейерверк. Даже в Листвянке будет виден фейерверк? Нет, я когда жил в Наваленье, там есть место, чтобы смотреть салюты, нужно подняться туда, к водокачке, и с водокачки прекрасно виден весь город. Анатолий, еще вопрос, сколько по времени будет длиться? По времени будет в районе 5 минут, вот, то есть это будет максимальный калибр, максимально сжатое время, насыщенный будет фейерверк, это очень хорошо. Скажи, можно, дилетантский вопрос, я все-таки задам. То есть это будет объем и время совмещено и сжато именно для красивой визуализации. Вы сказали лучше, я говорю, там это будет дольше, допустим, чем на день города, а не 20, а вы сказали, что 5 минут это лучше для салюты, чем на 20. Вы знаете, вот можно музыку слушать 4 минуты, хорошую композицию и получить удовольствие, а можно ее растянуть на полчаса. Потому что скептики сейчас скажут, ну, 5 минут, 5 минут. На самом деле эти 5 минут покажутся, друзья, для вас вечностью. Да, хорошо, наверное. Как опытные люди скажут, это были лучшие 5 минут моей жизни. Моей жизни, да. Михаил, к вам вопрос. Все-таки фейерверк ведь не без повода. Есть, наверное, какой-то повод, кто что решил подарить Иркуте. Данный фейерверк дарится фармсинтезом на 20-летний юбилей города. Сегодня компания фармсинтез справляется в свое 20-летие. И вот такой хороший подарок. Вот такой отличный подарок. Что, где и, вот знаете, когда? Когда и где, давайте все-таки совместим уже в один такой. Время запуска фейерверка плюс-минус 5 минут, скорее всего, плюс 22 часа 45 минут. По документам так. Ну, потому что в 23 часа у нас наступает время тишины. То есть без 15, без 10, 11 это будет зрелище. И если я не ошибаюсь, я просто почему знаю, потому что вечером... Буду случайно в это время прогуливаться по сцене. Оптимальное время, место просмотра, это микрорайон Солнечный, набережная, которая... Возле ледокола Ангара. Возле ледокола, который смотрит на плотину набережную. То есть по всей набережной можно... И на самой плотине. То есть на плотине может даже интереснее будет сама визуализация. А синхронизации с музыкой там не будет. Но фейерверк будет более объемный. Там не в одну точку все это дело. Там как бы фронт. Ну что, нам осталось, как говорится, мы услышали. И мы напомним, 22.45 собираемся все вокруг ледокола Ангара или на плотине ГС. Да. И наблюдаем прям-таки... Эпическое зрелище. Эпическое зрелище, которое сегодня нужно обязательно посмотреть и не пропустить. Спасибо вам большое. Приглашаем всех на фейерверк. А это обязательно. Друзья, мы напомним, что у нас в гостях были Михаил Калинин, директор компании «Веселый праздник», и Анатолий Осипенко, ведущий пиротехник. Мы продолжаем нашу программу. Давайте переходим к теме второго часа. Редактор субтитров А.Семкин